здравствуйте дорогие друзья сегодня мы выехали опять на пурейское водохранилище огромное море стало меньше за зиму уровень упал сегодня опять рыбачим чебака погода стоит исключительная вы видите светит солнце сияет тепло положительная температура наши руки лица загорают дальше раздеваться мы конечно не будем потому что иногда дует прохладный ветерок это будет не полезно для здоровья сегодня мы рыбачим ловим чебака уже у меня пол ведерка с утра не стали видео снимать потому что был клев сейчас клев немного поутих мы сидим в ожидании периодически ловится чебак отдыхаем наслаждаемся птички бегали вокруг маленькие собирали букашек летают букашки какие-то из-за льда вылазит сегодня пробовал поймать чебака на кукурузу на кукурузу поймала одного чебака потом прекратился клев в общем чтобы эксперименты долго не устраивать опять надел опарыши сейчас здесь опарыш на этой удочке я снова так поиграем возможно что-то клюнет вы наверное обратили внимание рыбачивать такой перчатки надевая на руку которые снимаю рыбу эта перчатка куплена китай знакомый привез мне что-то 150 рублей по моему листу рублей пара стоит внутри вот подклад тепленький такой сильно тепленький но клюет у меня эх прозевал в ней очень удобно работать с рыбой вообще рыба из рук не выскальзывает руки не пачкаются и даже жерлицы зимой я в ней снимал не мерзнут руки то есть на короткий период даже в 30 с лишним градусный мороз руки не замерзают удобно мне все делать можно наживлять опарыша вы уже видели в прошлых видео рыбачить доставать вторую руку одевать незачем единственное что я переживаю мне руки будут по-разному загорелый а так вот глубина здесь у меня 8 метров поставили там далекие жерлицы там татьяна рыбачит она сидит в ней тоже жерлица сзади надежде на то что все-таки подойдет какая-то щука к скоплению чебаков которые мы прикормили и возможно поймается на жерлицу прошлый раз была удачная рыбалка было три щуки вы видели это фотографии нам понравилось здорово чебак сегодня ловится у дна там у татьяны 6 метров меня здесь 8 метров тащить оттуда его конечно далековато ну что поделаешь мы приехали сюда не жаловаться на природу мы приехали сюда с природой общаться наслаждаться природой быть с ней по возможности на равных конечно величие природы с нами не сравнить она нас дарует она нас балует она дает нам то что у нее есть мы должны это принимать с благодарностью никак не загубив ничего лишнего благодаря за это о где-то табун гусей я не вижу ага на солнце смотришь потом ничего не видно исчезает все из глаз летят гуси здесь еще лед они продолжают свой путь ежегодный с юга на север весной местам размножения где будут выводить пинцов потом опять поливят на юг только мы остаемся здесь живем радуемся этой жизни несмотря ни на что ни на какие проблемы которые возникают у нас слава богу что мы можем их решать с божьей помощью ну вот так вот вот такая у нас жизнь будем надеяться что чебак еще поклюет половица время еще только час 13 00 ну где-то с минутами может быть чуть больше поэтому сидим люди там дальше далеке как пингвины сейчас я попробую показать вон там он вот собрание народа они с утра там находятся разговаривают общаются иногда даже может быть и ругаются вот ну что еще показать вон там он стоят жерлицы которые так сказать не шелохнувшись он там рыбачить татьяна сидит у ней своя тонь как говорится у меня своя тонь каждый нашел свою луночку которая нравится и вот таким образом мы в радостном общении пребываем на все устраивает конечно иногда мы чем-то недовольны но хочется рыбу побольше поймать это конечно об этом каждый рыбак мечтает сегодня просто приятный хороший день завтра там прогнозировали стучи дожди какая-то погода такая мокрая ну вот сегодня удалось нам выбраться и мы этому рады мы к нему счастливы вот пока клёва нету может быть надо поменять опарышек да вон уже что творится непонятно что они похожи вот такой дозатор опарыша я использую очень удобная вещь снимается вот так колпачок раздвигается оттуда можно на руку вытряхивать опарышей и удобно наживлять попробуем освежить наживку иногда это помогает иногда помогает что иногда помогает движение этой наживки в воде когда здесь раскачиваешь удочку там они шевелятся рыба на это реагирует иногда просто наживка там болтается и рыба плевет все видимо зависит от какого-то состояния рыбы по отношению желанию питаться или может быть до него поймала чебочка сейчас посмотрим что будет можно вот так тихонечко покачивать сегодня практически водится почти возле дна не стали пробовать глубиной играть может рыба подняться в толще воды может опуститься может быть она это и делает периодически перестает клевать но каждый раз не видя что там происходит гоняться за ней но никакого смысла нет можно просто посидеть подумать о чем-нибудь приятном вспомнить хорошее посмотреть вокруг порадоваться за людей некоторые уже пошли домой видимо им уже некуда складывать рыбу а может быть просто какие-то дела дым стоит вокруг лес горит очень печально люди не бросайте окурки из машин когда курите не кидайте все это в форточку мы сегодня ехали увидели пал шел по лесу небольшой невысокий огонь но очень длинный потушить мы его конечно бы не смогли сами но все что могли сделать сделали позвонили в мчс сообщили на каком километре какой трассы находится этот пожар я не знаю отреагировали они на это или нет ответ какой-то был неубедительный хорошо спасибо и все может быть у них там запись идет аудио может быть они все это записали и передали куда-то поедут на обратном пути мы посмотрим что-то было предпринято или нет будет видно потому что если было предпринято то мы увидим что границу горелого и не горелого а если нет то примерно знаем докуда дойдет огонь хорошо нету ветра и огонь как бы не распространился не пошел верховой а шел по низу по сухим листьям по сухой траве в дубничке конечно печально что у нас такое происходит я думаю что все таки это в большинстве случаев природа здесь не причем сама себя она не поджигает во всем конечно виноват человек я думаю что нужно людям быть очень осторожными в обращении с огнем думать о последствиях которые может причинить произойти допустим от какой-нибудь даже маленькой искорки которая сигареты поэтому лучше всего конечно бросить пыли но уж если нет то тогда хотя бы не выбрасывать на улице бутылки тоже бутылки тоже не бросать в лесу потому что часто попадаются разбитые расколотые вдоль трассы просто люди безобразно относятся к своему будущему не думают последствия что все это скажем так не вечно все это быстро исчезает и уменьшается и в основном да не в основном а только по вине человека сам не может человек улучшить природу не может сделать и красивее гармоничнее все это уже сделано давно нужно просто в меру этим пользоваться и поддерживать эту гармонию красоту не пытаться туда вмешиваться со своим со своим уставом потому что пока ни к чему хорошему это не приведет все это только видимая первоначальная поэтому явление улучшений а последствия никто не знает никто их посчитать не может здесь тоже куда-то текла река бурея построили плотину ну что мы против этого можем сделать мы против этого ничего не можем сделать вот опять клев начался теперь стало море когда-то здесь в начале было очень много щуки ловила щука крупная много мы в это время здесь не рыбачили не знаем все это по рассказам рыбаков местных жителей очевидцев ловили мешками не успевала говорит плесна опуститься как щука хваталось сейчас этого нет то есть экология изменилась видимо каким-то образом очень стало много вот этого чебака его ловят всю зиму его ловят всю весну его ловят летом чебак летом ловится даже на маленькие блесенки на вертушки на спине то кстати для меня было удивлением потому что когда я жил как собольский наборе чебака мы ловили на червя на тесто а вот чтобы на какие-то приманки да тогда собственно их и не было таких спиннингов таких приманок может быть поэтому мы их не ловили вот так вот проводим время сидим радуемся рыбы обычно спрашивают куда вам столько рыбы зачем вы столько наловили знаете вот это количество выловленной рыбы но никакого ущерба данному водохранилище не приносит практически чебак сорная рыба мало кто кому интересно я не знаю может быть в каком-то промышленном масштабе заготавливать ее кто-то будет но навряд ли рыба пригодная кому хочется пожаренной рыбки допустим можно пожарить рыбку так вот несколько раз поесть немного костлявая не все знают что такое чебак чебак я из плотва сорога это все родственники это все вид одной рыбы тонкости всех биологических названий классификации конечно не знаю но по внешнему виду и по гастрономическим качествам это все одно и то же кушал я это и это имею представление а вот расплодилось и вот здесь именно потому что вот здесь стало это море раньше когда была здесь река здесь водились кариус ленок таймень сейчас иногда ловят тайменя потому что таймень занесет красную книгу страны а в красной книге морской области его нету поэтому разрешено то есть кроме российской книги красной есть еще в каждом регионе своя книга региональная есть право в местных региональных природных властей скажем так вносить туда какие-то изменения дополнения но как говорят что занести туда рыбу или какой-то вид животного растительного мира легко а вот вытащить оттуда и обратно уже намного сложнее для этого нужно проделать определенную работу буквально вчера читал о том что вывели из красной книги ауху шута щека и сом солдатова то есть как бы и человек специалист в этой области описывает ситуацию по красной книге чтобы некоторые виды даже туда попали просто по ошибке по ошибке например вместо плотности на квадратный метр выдали цифру что это плотность на квадратный километр понимаете разницу и вот из-за этого попала туда рыба а на самом деле ее количество ну как бы достаточно для воспроизводства для вот такой вот любительской спортивной ловли может быть даже в какой-то степени для промышленной промышленной ловли я не занимался не знаю ну в общем все это влияет вся наша деятельность на природу однозначно ну вот пытаемся то есть брать то что она дает не как вот не сверх того ну не будет клевать не будет клевать бывает день когда поймает два килограмма чебака три килограмма на двоих вдвоем с татьяной рыбачьей а бывает 12 то есть ну дает природа мы берем да начал с чего что куда нам столько ну есть люди у нас вот мы живем в районном центре есть люди которые например хотели бы покушать свежей рыбки пожилые люди или больные люди вокруг таких очень много людей но у них нет возможности и сами не может когда-то ездить нет возможности поехать не по моему привести родственники есть ли не рыбачек например нету вот таким людям мы раздаем эту рыбу дарим никогда не продавали и не продаем рыбу ну мы ее не вырастили мы ее не сделали и так нету наши заслуги в том что она выросла потому что мы просим потому что люди добрых много очень меня не понимают тоже отвлекаются добротой на доброту так вот так вот в жизни это все действует такая общем у нас жизнь вот они чебачки покрупнее помельче можно пожарить да вполне вкусная рыба получается меленькую так посильнее пожарить а так в основном лучше всего чебак соленый вяленый или подвяленый а потом закопченый можно закоптить холодного копчения можно закоптить как бы горячего копчения сейчас кстати продаются коптильник мы собираемся купить такие миниатюрные 20 литровые из нержавейки которыми можно коптить эту рыбу в таком виде можно даже раздавать потому что вкусно просто с картошкой сейчас конечно чебак не такой жирный не такой крупный осенью на зиму можно заготавливать для еды для себя для других делать доброе дело можно всегда многие говорят что праздники которые называют иногда святые праздники различные то нельзя работать нельзя ничего делать нельзя ничего ну как ну с дивана встал уже начал что-то делать добрые дела можно делать всегда злые вот не стоит делать никогда потому что что человек сеет то он и пожинает вот терпение привело к тому что опять начал отливать он опять далеке бегают птички я насыпал им там пшена они еще не подошли надеюсь что они его найдут поклюют и покушают я не знаю вообще кушают они его или нет это птички совсем не воробьи не знаю как называются ах дернул и больше не стал поэтому повторим вот этот запрос иногда я так умоляю так не получилось не всегда получается так что рыбалка это очень и очень хороший полезный для здоровья воздух конечно если это рыбалка они они какая-нибудь пьянка гулянка под видом рыбалки я думаю навеет у меня мысли как-нибудь рассказать о рыбалке наши отношения рыбалки подразумеваем по словам рыбалка что вообще из чего этот процесс состоит из каких разностей, тонкостей, интересностей, самостоятельных идей и идей взятых у кого-то то есть это процесс общения множество людей делится опытом но об этом надо рассказывать отдельно думаю пока на этом свое видео закончить надеюсь снять продолжение и и и и и и